Девушки отдыхают Чем мы это пополнение кормить-то будем, позвольте спросить У нас даже электричества нет А всё потому, что кое-кто своим лишним весом все провода оборвал Хватит ссориться, мы электричество своё делать будем Если бы мы на электричке поехали, то давно бы уже в Простоквашино были А мы не для того машину с кондиционером покупали, чтобы на электричках ездить Мы машину с кондиционером покупали, чтобы с комфортом в пробках стоять Здесь поворачивай Я когда на лыжах шла, короткую дорогу запомнила Велосипед я вам не отдам Я на вас и так злой Посмотрите, в чём мне работать приходится А может вы нам его по бартеру отдадите? А вы меня не пугайте Я ваших бартеров не боюсь И вообще, у нас одного клиента нельзя больше двух минут обслуживать Следующий По бартеру это значит поменяться на что-нибудь Например, вы нам велосипед, а мы вам молоко Что я вам? Молоденец молоко пить! Вот если бы вы мне мороженое предложили Следующий А давайте так Мы с помощью вашего велосипеда электричество произведём И холодильники запустим И тогда сделаем вам столько мороженого, сколько вы на этом велосипеде увезти сможете О, а вот это уже совместное предприятие называется Что-то мне подсказывает, что мы не туда приехали А мой навигатор показывает, что правильно Скажи, пожалуйста, мальчик, что это за деревня? Простокашина Простокашина? Надо было до права повернуть Ага Ничего не понимаю Тебе в навигаторе надо мужской голос выбрать Женский часто право и лево путают О, ну-ка отдай, отдай! Готово Первая скорость системы вентиляции Вторая скорость системы освещения Третья скорость системы охлаждения Ура! Четвёртая скорость! Молодец! Шарик, сейчас твой компьютер с интермедом заработает! Ладно, жми! Жми! Шарик, молодец! Пошёл! Я же говорил, тормоза не очень Теперь у меня ни велосипеда, ни мороженого Да я на вас жаловаться буду! И откуда в тебе, Шарик, эта разрушительная сила проснулась? Может, мы тебя кормим слишком хорошо? А не надо было меня подбадривать Падок я напохвал Вот оно! Это опасное существо! Советую вам немедленно отпустить нашу дочь! Да! Похоже, оно не опасное, а полезное О, Вера Павловна, как ты выросла! Вот так А чего вы без света сидите? Экономите? Это мы хотели своё электричество сделать А сами печкой на велосипед сломали Хм, идея хорошая Её бы чуть-чуть докрутить Готово! Осталось решить, кто эту машину испытывать будет У нас собак только одна жизнь О, пусть он матроскин испытывает Я, между прочим, представитель малого бизнеса Меня беречь надо Ну и что же мы будем делать? Думаю, решение где-то рядом Таким образом, постоянное питание преобразуется в переменный топ Здравствуйте, дорогой Игорь Иванович! Присаживайтесь с нами, выпейте лимонаду Некогда мне с вами рассиживаться Знаете, что ваши экспериментаторы с моим велосипедом сделали? Я на них жалобу написал Вот сижу, думаю, куда отнести? В правление? Или к самому президенту? Мы же не специально Мы в расчётах ошиблись А велосипед ваш мы немного усовершенствовали Вот вам обещанное мороженое Ну, так это совсем другое дело Я ведь теперь на нём и письма, и посылки развозить могу И раз уж нам всем так нравится жить в Простоквашино Мы с папой решили построить тут дом Побольше и с бассейном Ура! Ох уж эти городские Приезжают, уезжают Но всегда возвращаются сюда В Простоквашино А тормоза-то где? Собственно Тормоза! Физкульт-привет, молодёжь Здравствуйте О, из дома посылка с подарками пришла Может и пришла Только отдать вам я её не могу Знаем, знаем Потому что вы вредный деревенский почтальон Соблюдающий инструкции Корень зришь полосатый Ну, я пошёл Жаль Мама сказала, там и для вас подарочки есть Для меня? А чего за подарочек? Вообще-то По инструкции Подозрительные посылки и без документов скрывать можно К сожалению, дядя Печкин Это самая обыкновенная посылка А ты не спеши Тут надо ответственно подходить Подарки, говорите Подозрительная лёгкая посылочка для нас Шестерых Будем вскрывать Лето выдалось прохладное Мы решили, что так вам спать будет комфортнее Мама и папа Шарик, это тебе Ух ты Теперь меня матроски на улицу спать не выгонят В пижамах на улицах не спят А про меня не забыли? Вот, это вам Спасибочки Вот, если бы у меня вчера такой звонок был Я бы в лося не врезался Дядя Фёдор Кажется, твоя мама размер перепутала Просто она не знала, что теперь тебя из космоса Невооружённо взглядом видно Это блох твоих из космоса видно А я, если захочу, в любой момент похудеть могу Ой, убили Да ну вас Матроскин, ты же похудеть решил? А я и худею А я и не знал, что в ремне без штанов похудеть можно Темнота ты, египетская шарик Это там и там, а мне электрический поезд для похудания Сделала Главное его снять вовремя, чтобы фигуру не испортить Ну-ка, взвесьте меня, вдруг я уже перехудел Ну сколько там? Вообще-то для кота многовато Это ж твои любимые бутерброды Вы видите перед собой нового матроскина Новый матроскин не ест бутерброды Новый матроскин рано ложится спать Потому что во сне есть не хочется Сомри! Ну здравствуй, новый матроскин Вот как бы Гаврюша объяснить, что футбол только двумя ногами играет? Ого, вот это цепь! А где же кот ученый? Здесь я Друзья, вы же поголодаете со мной неделю? Брось, матроскин, поешь уже Вам не понять, вы-то в пижамах спали Чтобы мы не передумали, пойду ключ в речку выброшу Дядь Фёдор, может мы эту недельку в городе пересидим? Но он ведь нас голодом заморит А без нас он себя голодом заморит Мы ему по-другому похудеть поможем Выборщил Теперь мы вместе, знаете, как похудеем? Ну-ка, матроскин, повернись Да ты, кажется, уже похудел И точно! Содно! Померь, может сейчас подойдет Ура! И это сработало! Хорошо, что я запасной ключ не выкинул Еще один перорог И все Два часа уже там сидит Может, пора МЧС уже вызовы? Матроскин, ну не расстраивайся Хочешь, мы вместе в спортзал ходить будем? В спортзал пусть люди ходят Коты ближе к кухне держаться должны Успешный кот Обязан солидную фигуру иметь Извиняйте, товарищи соседи Вот у меня тут вопросик сформировался А к звонку больше ничего не прилагалось? Товарищ Печкин, вы видите, мы заняты Завтра приходите А, конечно, конечно, извините А вот в пижаме он бы со мной и разговаривать не стал Тама-тама Худеть с комфортом – это по мне Помогите здесь пирожки с капустой Да, Шарик Были мы в доме хозяева А стали какими-то аниматорами Вера Павловна, тебе пора спать Ого Вы по работе, Игорь Иванович? Или телевизор посмотреть? Я по-личному Вот, потерялся зверек неизвестной породы Очень умен и чрезвычайно опасен Нашедшему обращаться в поликлинику Отдел опыта Ну а мы-то здесь при чем? А при том Очень уж она на вашу тыры-пыру похожа О, я ее сейчас с фото сверять буду Тут вознаграждение полагается Таму-таму, дядя Печкин Вы ошибаетесь Она совсем не агрессивная А вы заходите Ага, что он, дурачок? Написано же, опасная А, кстати, где она? Наверное, погулять пошла Любит она кости размять Когти? Размять Я, знаете что, позже зайду Только сами не сверяйте Это я придумал вознаграждение получить А правда, где она? И Веры Павловны нет Говорил я дяде Федору От этой, там и там и одни неприятности Нашел Охотничий рог свой нашел Интересно, кто его в печку выкинул? И правда, кто же это мог быть? А это что? Что же получается? Наша там и там и та самая Из поликлиники Ух ты! Дядя Федор! У нас тут незаконная перепланировка! Дома-дома! Дома-дома! Это там и та самая Мне тренажер для похудения Специально неправильно сделала Ух ты! Красиво! Как в метро Вера Павловна! Вот ты где! Там и та самая КОНЕЦ Ты чего? Это же твой ошейник. У меня такой же в детстве был, только без этой кнопки. КОНЕЦ Вот почему она агрессивной стала. И умной. Нельзя ее туда возвращать. Да, вообще-то она в хозяйстве полезная. Но ведь Печкин ее сверять придет. Надо сделать так, чтобы он передумал. Есть кто дома? В свежей прессе за чудовище вашу вознаграждение повысили. Печкин, сверять будете? Уйдет ведь? Аккуратней! Аккуратней! Ужас! Ой! Игорь Иванович, помогайте! Эээ, по инструкции сперва надо в город начальству на пейджер сообщить. Батюшки! Держите ее! Я накину ошейник! Сорвалась! Что же вы, Игорь Иванович, мы ее почти поймали. Ох, и здоровая! Сверить успели? Да нет, что-то я передумал. Хлопотно больно. А я не люблю, когда больно. Правильно, что ребятишек дома держите, когда такие монстры по округе шастают. Вот ведь! Забыл совсем, мне же еще на почту надо. Пока солнце не зашло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова